Улицы, дворы и окраины каждого города бережно хранят воспоминания многих поколений. Собрать их воедино постарались в Нур-Султане. Мультимедийную ретроспективу столицы теперь может увидеть каждый посетитель знаменитого столетнего особняка Кубриных. Мой коллега Марк Брюшко оказался в их числе. Что его удивило, узнаете прямо сейчас. Ретроспектива столицы глазами наших современников. Под крышей старинного особняка купца Кубрина без преувеличения собрали всю историю главного города страны. Это становится понятно еще на входе. Не только смотреть, но также читать, слушать и даже трогать некоторые экспонаты на этой выставке обязательно. В моде теперь мультимедийность и она здесь вполне оправдана. Но кое-что все же, как и положено, спрятано за стеклом. Здесь представлены предметы. Это кувшины и наконечники эпохи бронзы, пятый век до нашей эры. А также средневековые кирпичи с мавзолея Жанебек-Шалхар, донышки пиалок, а также монеты царские. На картонах донышки я смотрю... Маркировка есть, да. Это разные производители. Вот, допустим, известная фабрика Кузнецова. Может показаться с виду, что залы полупустые, но это тоже хитрый организаторский ход. Экспонаты многослойные. В одном таком стенде информации хватит на содержательную научную статью. Оказалось бы, несколько фотографий. Не верите? Слушайте. Монумент жертвам голода расположен на месте, где раньше стоял пионер пищевой промышленности Казахстана. Это конфетно-пряничная фабрика Кощегуловых. Семья Кощегуловых, вот она здесь занималась торговлей и промышленностью. Они изготавливали на этой фабрике, готовили пряники и конфетную продукцию. И вот в 1915 году они получили почетное звание поставщик двора его императорского величества. И уже во время и после революции завод был национализирован. И долгое время там располагались издательства разных различных советских газет. А в 70-х здание снесли. Хорошо, что увидеть, как выглядят одни и те же районы столицы в разные эпохи, можно и на фотографиях. В залах выишены работы известного журналиста Нурмухамата Имамова, а также снимки, собранные им в архивах и музеях. Эти фотографии, они без названия, к сожалению, и мы не знаем точный год и автора, и кто изображен на фото. Но мы предполагаем, что это казахский аул Акмолинской области до коллективизации, до политики насильственной оседлости. Потому что уже после 30-х годов казахский аул в таком виде его очень сложно было встретить. Фотографии за моей спиной, казалось бы, ничего в них особенного, а вот вы ошибаетесь. Это тоже своеобразная историческая реликвия. Дело в том, что это первые цветные фотографии, тогда еще Целинограда, сделал их американский фотограф Лоренс Шервин в 1978 году. Кроме этого, посетители увидят ретроавтомобили, монументальную мозаику, фрагменты знаменитых, но утраченных ныне витражей. А вот чтобы увидеть эти реликвии истории, остается не так много времени. Продлится выставка до середины февраля. Спешите!